3 подписчикам и гостям я джетли и сегодня я снова отвечу на вопросы с кафе потому что потому что у меня сейчас нет особых идеи чем записывать все лекарства новые мне не выписывают я сижу на старых и честно говоря это так себе лечение вот по последним новостям что меня заблокировали вконтакте это не особо важно потому что контакт мне по сути под надоел уже и как бы ну как сказать короче меня там в ближайшее время вообще не будет то есть страницы я восстанавливается не собираюсь если я установит конечно это написал в поддержку если установит окей но особого время как раньше проводить я там не буду потому что мне надоело если вы хотите меня найти если меня в контакте не восстановит то есть инстаграм есть фейсбук ссылки на соцсети свои я оставляю в описании к этому видео если вам интересно или если вы хотите мне что-то написать желательно что-то хорошее потому что плохого и так уже полно и на плохом я уже вас буду просто посылать потому что реально достала вот ну как вас это тех кто будет мне писать плохое это смысле оскорбления потому что типа чел ты не вправе меня судить ты не вправе меня оскорблять потому что ты сам не без греха и я больше не буду снимать какие-то обсуждалки других людей я буду снимать кое-что хорошее вот потому что ну как сказать я не люблю обсуждать людей и я не очень хочу чтобы обсуждали меня поэтому вот и давайте начнем наверное отвечать на вопросы с кпм хотя у меня еще есть одна новость который для многих наверное не будет новостью а это типа закона закрытия интернета в россии на тот случай если типа все реально закроют я наверное с вами попрощаюсь на не точно потому что как бы сказать я не верю в то что у нас придумают интернет новый но как нет его могут придумать конечно но не так как в китае и вроде как я читала правки к этому закону то что у нас наоборот создадут сеть которая не будет ограждать и чего туда будет защищать и если какие-то перебои будут случаться то ну собственно говоря эти перебои будет компенсировать наша сеть я могу вам даже зачитать статью или может быть если мне не будет лень поступки видео обработаю я скину тоже ссылку ссылку на эту статью но она как бы прошлогодние вот я надеюсь что все таки это все утка потому что а реально сколько людей от этого пострадает он серьезно пострадает сколько людей работают в интернете сколько людей через интернет продают сколько сильнее через него находят работу и т.д. и т.п. там обучение даже обучение сейчас через интернет проходит в школах в общем то такие пироги то есть шанс того что закроет интернет очень очень маленький вот прям совсем малепусенький капелька такая вот поэтому я не очень верю в то что интернет закроют и я надеюсь что вы не паникуйте если закроют тогда и будем паниковать чайка прилетела здорово замечательно живу в городе в котором летают чайки за окном лучше чем море ну и давайте уже начнем отвечать на вопросы с кфм я попробую отвечать быстро вот на некоторые на некоторые вопросы я может быть даже не отвечу но если я не смотрела что-то или не слышала не видела то я некоторые вопросы не отвечу а так короче говоря давайте начнем потому что я уже и так затянула это видео какое хобби можно назвать чисто мужским как думаешь наверное все что связано с железом и ковкой хотя и в этом деле и женщины они вполне успешно справляются но как бы блин я не сексист не феминистка мне сложно об этом говорить поэтому любое хобби это замечательно и нету чисто мужского и чисто женского потому что некоторые мужчины так превосходно вышивают крестиком и допустим как-то плетут из бисера метает бисер это что такое что я говорю короче в общем несусь в общем и там там хватает людей которые способны сделать что-то волшебное так фильмы ужасов какие любишь ну как сказать блин какие фильмы ужасов ты любишь мне нравится там где моральное напряжение например красная то ли то ли тонкая красная нить знаете такой японский ужастик то ли тонкая красная нить или просто красная нить вот и он знаете такой психологический прям вот такой послевкусие после себя оставляет прям вообще конфетка то есть я не люблю тупорубилова возможно возможно в какой-то степени мне нравится не нравится пила но не больше то есть я не фанатею от пилы я смотрела все части но я не фанатею какие планы есть какие планы на лето может там начать новую жизнь или встретить свою судьбу судьбу свою я каждый день встречаю а вот что там было начать новую жизнь в принципе в принципе она у меня же начата 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 когда не знаешь как сказать говоришь как умеешь вот но не знаю я хотела бы очень бы хотела чтобы у меня пошли продажи теней потому что сейчас я живу грубо говоря без денег то есть на 100 рублей в неделю а если вы хотите видео как выжить на 100 рублей там на 100 рублей в день на 100 рублей в неделю пишите опять же в комментариях и я его сниму мне даже может быть сюда в магазине заснять на камеру чего там покупать вот либо можно будет промотать часть с магазином ну как и не заснимать и просто снять типа покупки на 100 рублей типа как выжить и с чеком вот с чеком даже не знаю тоже пишите пишите об этом в комментариях потому что мне нужны новые идеи если идеи не будет я предупреждаю что я лягу в больницу буду там лежать потому что мне уже предлагают туда лечь и как бы блин я не отказываюсь только из-за того что хочу вести какую какую-либо деятельность камеры телефоны и прочие гаджеты в больницах запрещены ну по крайней мере были в последний раз когда я там лежала и посуда там была ну как кроме тарелок конечно почему то но тарелки у нас были какие-то даже не фарфор это был не фарфор это было не керамика это было похоже на пластик но более такое утяжеленное я не знаю вот и все остальное у нас было из пластика то есть пластиковые вилки пластиковые ложки пластиковые ножики вкусно пластиковая посуда вот ну и короче вот как то так полежишь не полежу немножко полежишь немножко в такой больнице да сразу мир становится лучше отдыхаешь от всего так твои друзья у тебя часто спрашивают советы на какую тему обычно ну смотря какие друзья обычно у меня спрашивают советы по поводу того какие тени у меня взять и какие тени у меня купить мне нравится оттенок берегини ну восход там тоже мне вообще очень много оттенков у себя нравится я бы их все мазала на лицо если бы могла вот но я не могу так кто из блогеров поет лучше моргенштерн или джарахов честно говоря мне наплевать я не знаю потому что я не слышала как поет моргенштерн следовательно я не могу судить о том кто кто из них поет лучше типа ну как ну хотя знаете если бы мне было действительно на это наплевать я бы сказал джарахов с ней не парилась бы как поет моргенштерн но я говорю не знаю потому что я действительно не знаю не мне судить так сказать чужой вокал потому что я свой вокал еще до какого-то особого уровня не дорастила хотя что-нибудь напеть могу но это мне кажется каждый может и так продолжаем какое для тебя представление идеальной пары идеальная пара это пар который не ссорится пара которая идет скажем так бок о бок по жизни вот и конечно же ну как блин не ссориться в плане того что нету таких прям обильных сорт прям таких тяжелых сорт нету рукоприкладства и прочего подобного вот всяких там выпадов у выходок вот ну и наверное наверное что то еще но я как бы не особо над этим задумываюсь потому что честно говоря я не хочу быть с кем-то в паре мне и в принципе хорошо одной и многим людям на самом деле хорошо одним бы посидеть да потому что если у них постоянно идет такое такие знаете ну токсичные отношения бывают когда ты постоянно плачешь ты не понимаешь почему к тебе так относятся к тебе так относятся и короче чувствуешь себя постоянно усталым забитым после общения с человеком грустным короче токсичные отношения вот это вот вкратце вкратце если там конечно определение гораздо больше там целое полотно если кто-то хочет может почитать просто так и вбивать токсичные что такое токсичные отношения все все я здесь деградирую а не просвещаюсь вот короче не токсичные отношения это уже хорошо как свинепухом даже немножечко то ли маленькая ложечка то ли еще что-то это уже хорошо но тем более полный горшок первое на что ты обращаешь внимание в девушках кроме одежды не будут говорить сиськи и ноги скажу глаза но типа блин у девушек бывает просто офигеть какие ноги это просто это просто ах на них иногда засматриваешься реально даже когда они не на каблуках когда они в ботиночках там каких-нибудь просто такие ножки бывают что ладно я не буду об этом говорить если девушка со мной разговаривает я конечно в первую очередь заглядываю ей в глаза потому что глаза это зеркало души и глаза в основном бывают просто потрясающими вот недавно я тоже продавала тени и что было то короче была женщина покупала женщина она визажист и у нее такие потрясающие глаза просто там и такой цвет и такой цвет есть и вот эти прожилки они прям такие рефлексирующие которые как то сказать более более грамотные они очень бросаются в глаза то есть у нее такой получается разноцветный глаз но больше синий конечно но там и зеленый есть и коричневый немножко желтоватого вот и вот эти вот белые прожилки это просто ооо как океан если книга которая тебя чему-то научила если да то какая чему-то научился сейчас я буду опять затирать про свой любимый собор парижской богоматери эта книга научила меня состраданию и тому что типа внешность это еще не самое главное вообще не самое главное главное это то что внутри даже если человек уродлив внешне он в душе может оказаться таким красивым что тебе просто будет наплевать на то как он выглядит главное пообщаться эсмеральды и казимода не было шанса нормально пообщаться да вот она не въехала а возможно она была просто мелочной бабой которая любила деньги и красоту все может быть какой песни можешь себя описать а короче это кукрыникс называется никто вот на данный момент потому что все мы ассоциируем себя с какими-то песнями и чаще всего это не одна песня это какой-то лист песен плейлист топ-чарт скажем так да и в общем то ну как с одной песни никто себя не ассоциирует их хотя бы три ну точно есть сейчас у меня аллергия на цветение еще да это дурацкое цветение я открываю окно и короче без окна открытого душно с открытым окном у меня начинается жуткий насморк извините я вот на этих моментах видео обрезаю короче каких правил ты придерживаешься в жизни не бери больше чем надо живешь дай жить другим и типа не суди да не судимым будешь вот если кстати кто-то не знает про видео на коняшке типа мне там очень много хейтс не улетит периодически ребят вообще-то я имела ввиду то что у нее типа очень тонкое душевное восприятие и она обороняется внешним видом и тем как она общается не надо мне говорить что это парень в принципе пусть кем она себя считает тем она и будет я к этому нормально отношусь я не опять же не сексист не феминист не какой-то гомофоб ничего ничего из этого я отношусь нормально ко всем людям пока они не лезут ко мне сoue типа моральными вот как-то так как ты выбираешь друзей друзей я выбираю и Mnna потому как они себя ведут со мной типа я не буду общаться с человеком который меня постоянно теперь не буду общаться с человеком который меня постоянно подначивает что-то сделать плохое я не буду выращаться с человеком которые мне говорит что-то дурное о О других моих друзьях, ну, типа, есть личная неприязнь, да, это я допускаю, но если он о всех моих друзьях плохо говорит, ну, то это уже как-то, ну, такой себе человек. Лол, как тебе обзор Сычева наушники Blackstar Cling Play? Я не знаю, не смотрел. И, ну, короче, я после видео посмотрю. Кто из твоих друзей тоже пользуется АСКОМ? Дашь ссылки? А, и только если эти друзья согласятся. Этот вопрос я, как бы, оставляю в подвешенном виде. И если вам будет интересно спрашивать у моих друзей о чем-то, ну, наверное, те, кто будут попадаться в видео, да, и тогда я буду просто оставлять ссылки на их соцсети у себя в видео. Надеюсь, им никто не будет докучать. Кто из твоих друзей так? Продолжи фразу. В любой непонятной ситуации я шланг. Я всегда прикидываю шлангом в непонятных ситуациях. И это абсолютно нормально, я считаю. Ну-ка, у меня просто камера садится. Что ты думаешь о шведских семьях? Считаешь ли такие отношения приемлемыми? Вообще институт семьи, он исчерпал себя или нет? Шведские семьи это выбор лично людей тех, которые в ней состоят. Я к такому типу людей не отношусь. Мне все-таки важно иметь одного какого-то человека и с ним развиваться, но не сейчас. Я еще не готова к такому. На какие концерты ты ходишь или ходила? И когда ты на концерте, ты лезешь в слэм или нет? А в слэм я не лезу, потому что это чревато. Вот. А на концертах я обычно... На концерты я обычно хожу, когда на них black metal. Типа метал, black metal. Потом, как это называется, джем? Джем. Но джем я не очень понимаю, но все равно why not? Типа, если я уже пришла, почему бы не послушать? Но это надо слушать под пиво. На каких девушек ты западаешь? Так, это я уже отвечала. Какое важное событие в прошлом изменило твою жизнь? Какое важное событие в прошлом изменило твою жизнь? В общем, рассказываю историю. Как-то раз я поехала в магазин летом на даче. Ну, на даче в деревне, такая разница. Вот. И дернула меня, прям вот потянула поехать к моей сестре, которая жила через реку. Там был путь очень сложный, как бы был путь попроще через реку как раз. А был путь по дороге на выезд в Шацк и потом в Москву, да? Вот. И я поехала по этому сложному пути. Было палящее солнце, я была без шапки, я была на велике. И в поле я, что мне в поле дернула повернуть, я в поле повернула, останавливаюсь и смотрю, надо мной зависает НЛО. И меня вырубает. Я не знаю, когда я очнулась, вроде, ну, по идее, в то же время я летом вообще не веду еще дней, потому что для меня это бессмысленная затея. Ну, вот, когда наступал период уезжать из деревни, за мной просто приезжала мама, и я такая, о, о, че, уже пора, ну, ладно, поехали. Вот. И уезжала, собственно говоря. И меня отключила. И потом я очнулась, вроде как. И вроде как в то же время, я не знаю, у меня тогда не было телефона. Короче, села на велик, поехала дальше. Я могла отключиться реально на пару минут, это мог быть мой глюк, это мог быть реальный. Это могло быть реальное, как бы, да. Ух. Вот. Я не знаю. Сейчас, мне кажется, что реальным это быть не могло, тогда это все было предельно реально. То есть, я это видела, я это ощущала, я это слышала, чувствовала и так далее. Вот, приехала я к Ане, моей сестре. И ее не было дома. Там была ее бабушка. В общем, вот. Я с покупками уже из магазина приехала к ним. Я у них некоторое время их подождала. Они приехали. Мы жарили миди, от которых мне потом было очень плохо. Ну, как очень плохо. Супер плохо. Потому что мы их неправильно пожарили. И, типа, было не с вареньем. Да. И потом за мной пришла бабушка, ей позвонила, типа, вот так и так, я у Аньки. Она такая, быстро домой. Я такая, не могу. Мне плохо. И, короче, она за мной пришла. И потом я заболела лединой. Или это было отравление. Или, возможно, это был солнечный удар. Хрен его знает. Я обливала дальше, чем видела. Я не могла ничего есть. И это было не круто. Возможно, я отравилась как раз такими деньгами. И потом, в эту же ночь, я слышала гул, как будто что-то вот так вот вращается очень быстро, 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 быстро за окном. И свет разных огоньков, типа, как будто там дискач какой-то тусняк. Вот. И было очень страшно. Очень страшно было. И после этого моя жизнь перестала быть прежней. Я стала более замкнутая, более задумчивая. Как бы это сказать, короче. Я начала увлекаться эзотерикой. Ну, я и до этого не увлекалась. Но после этого я стала увлекаться еще больше. В плане магических ритуалов. Не в плане там Кастаньяду почитать и Левина. Да. А в плане именно ритуалов. То есть я делала акцент именно на ритуалы. У меня была книга «Бедьма». Она у меня до сих пор есть. Вот. Ну и как бы... Такие пироги. До сих пор я этим увлекаюсь. Тебя когда-нибудь разочаровывали девушки? Если да, расскажи как. В целом в девушках разочарования у меня не было. Если не считать то, что некоторые оказываются такими мелочными. А некоторым просто важно тебя унизить. И создать такой шлейф за собой. Типа я крутая, а ты нет. Ты можешь быть черствым по отношению к бывшему? Да, пожалуй, да. Смысл песни у Кати Клэп Топ. Но вот сама песня... Что думаешь? Давайте сейчас посмотрим саму песню. И я отвечу. Ну, вообще, как бы я не слышу у ней от автотюниного голоса, как это у многих бывает. Да, там есть косяки, но они не такие заметные, если воспринимать по смысловой нагрузке в целом. Ну, мне понравилось, мне понравилось. Я не знаю, почему кому-то не нравится. Ну, может быть, кому-то не нравится, да? Ну да, 34 тысячи человек, которым не нравится. Но мне нравится. Ребят, это прикольная песня, прикольный клип. И смысл хороший. Хороший посыл. Покажи скрин своих фото в телефоне. Извините, не могу, потому что у меня нет на этом телефоне вообще фотографий. В последнее время делаю очень мало фотографий, а те, что делаю, просто выкидываю в инстуле и удаляю с телефона. Вот и всё. Так что, если вы хотите увидеть фото, скрины моих фото, просто зайдите в инстуле. Всё. Привет, ты веришь в чудеса? У тебя случалось что-то подобное в жизни? Привет. Ну, как бы, да, случалось. Я об этом рассказывала чуть ранее. И, честно говоря, это немножко стрёмно. Кто тебе сейчас нравится? Мне сейчас не нравится никто, потому что вот так вот вышло. Потому что мне никто не нравится. Такие дела. Какой фильм тебя впечатлил из последних? Из последних... Надо вспомнить, что я смотрела. Я сейчас смотрю просто «Леденящие души. Приключения Сабрины». Прикольный сериал, кстати. Можете посмотреть. Это «Тёмная страна Сабрины», где она учится в школе магии. Вот. Прикольная. Смотрите. А из фильмов «Ведьмак», да, «Ведьмак» тоже. Но «Ведьмак» лучше тоже смотреть сериал. Потому что фильм — это тупо нарезанный сериал. И если вы хотите просто так убить, ничего не поняв, пару часов своей жизни, да, смотрите фильм. Но если вы хотите прочувствовать всю эту линию, да, вот, всё, вот, то, что с ним происходило, как это всё происходило, и что, ну, и понимание, короче, чтобы было, то лучше посмотреть сериал. «Лучше посмотрите сериал». Господи, забываю контролировать язык. Пипец. «Что тебе было бы интересно коллекционировать?» «М-м-м-м-м-м, наверное, деньги». «Да ладно, я коллекционирую гитары». Да. «Как считаешь реально остаться друзьями после того, как ты встречался с девушкой?» «Да, если вы по-прежнему друг другу доверяете, если вы нормально расстались, а не с грохотом, криками и всем прочим». «Что из своего прошлого тебе нравится вспоминать с приятной ностальгией?» «М-м-м-м, как я гуляла ночью, вот это было классно». Да и сейчас можно, в принципе, это сделать. Когда потеплее будет, буду ночью гулять тоже. «Поделись своим топом фильмов». «М-м-м, ребят, можно я топ фильмов?» Короче, сделаю просто отдельным видео с кратким сюжетом. Вот, потому что мне кажется, что так будет гораздо интереснее, нежели я просто сейчас скажу названия и не скажу, о чём они. Если вы согласны, то пишите опять же это в комментариях, потому что мне это важно. И как бы если вам будет интересно, то я думаю, вы напишите, потому что если вам будет интересно, вам тоже это будет важно. «Как тебе, Оксимирон?» «Нормально, слушаю его иногда. Куда пропали твои чувства, когда ты разлюбила, или ты умеешь их хорошо прятаться?» Этот вопрос уже был. «Какую фразу ты часто говоришь?» Я в основном часто говорю слова-паразиты. Вот и всё. Ну, я думаю, я на этом закончу, потому что видео и так получается длинным. Мне тут ещё сейчас вопрос задали. «Сколько раз ты дарила девушкам цветы?» На самом деле, раза два или три, потому что я встречалась с девушками, у которых, точнее, которым особо-то цветы не нужны были. Я им татухи бил. Ну, раза два или три. И последний раз это было, когда, короче, я незнакомой девушке подарила цветы, потому что она была красивая, и она плакала. Вот. И надо было это как-то исправлять. Вот. И мы с ней никогда больше не виделись, так что мне не стыдно, мне приятно, в принципе, за это. Нела настроение, значит, всё не так плохо. Вот. На этом я с вами попрощаюсь. Прошу прощения, что я стала так часто выпускать вопросы с АСКФМ, потому что это рубрика, которая не даёт абсолютно никакой смысла. Поэтому радуемся тому, что есть, улыбаемся и машем, да. Вот. Если вы хотите меня найти, ищите меня в институте, я в ней бываю чаще, чем на Фейсбуке. Вот. И всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!